...рядовых граждан требовать, они скажут, да что мы там будем ходить, зачем мы будем ходить и так далее. Кстати, ведь главный вопрос, который задают нам такой, господа, вот вы идёте на марш, и мы придём, да хорошо, но раз вы считаете нужным, а что изменится? Ответ, если будет очень много народу, то изменится. Но вы всё хотите изменить этим маршем, там столько требований. Ксения, давайте, я не хочу врать, у нас Путин специалист по вранью, он патологически лжец, я врать не хочу, я хочу вам сказать правду, этот марш может развернуть ситуацию в сторону мира, этот марш может отрезвить Кремль, и постепенно, не одним маршем, мы можем добиться перемены разворота политического курса, постепенно. Вот, но... Какая цифра может повернуть? Который заявили хотя бы. Значит, если заявленная цифра будет реализована 100 тысяч выше, 100 тысяч выше, ну, это для них будет шок. Я вам могу сказать, чтобы, Виталий, вы поняли, 100 тысяч в Марьино – это шок. Тотальный шок. Значит, они за деньги, они с помощью СМИ, они истратив больше 100 миллионов рублей, это минимальная оценка, сколько они истратили на этот фрик-шоу, да, Черносотина, они загнали 30 или 35 тысяч человек, да, если мы, мы никому, естественно, денег не платим, если придется 100 тысяч, это будет абсолютный шок. Они точно, они могут врать, анатомию протеста показывать, вот, рассказывать всякую чушь про госдеп, там, про печеньки, могут нести полную околесицу всю оставшуюся жизнь, 100 тысяч – это будет важнейший сигнал к развороту. Вот эти 86%, которые нарисованы. Они, конечно, пугают людей. Все это, все это в прах рассыпется, знаете, почему? Все на вранье построено. Вот все на вранье. Вот почему мы требуем час? Давайте представим себе час дебатов моих с Путиным. Ну, просто моих с Путиным. Начнем, например, с простого вопроса, почему российские солдаты погибают, а вы, как верховный главнокомандующий, господин Путин, отрекаетесь от этих солдат и врете, что они не воюют. А мы их могилы видим, этих солдат. Мы их видим в Костроме, эти могилы. Мы их видим в Пскове. Мы их видим в Нижнем Новгороде, где губернатором работал. Почему вы, верховный главнокомандующий, отрекаетесь от собственных солдат? Вы разве имеете право быть верховным главнокомандующим после этого? Почему вы врете, что там нет нашего оружия? Вы же в Минских соглашениях, господин Путин, сами зафиксировали торнадо-С, что вы отведете. А знаете ли вы, что торнадо-С только, это система залпового дня современная, что они есть только на вооружении российской армии, что они поступили в российскую армию только в 2012 году? Вот вы в Минских соглашениях это подписали. Понимаете, открытая нормальная позиция, когда люди слышат правду, приводит в полный прах все эти 86%. Ровно поэтому, Виталий, нас и нет на телевидении. Ровно поэтому. Потому что когда выяснится, что все на лжи, в том числе и все эти рейтинги, тогда, конечно, люди поймут, и тогда эта вся власть рассыпется просто правду. Кстати, вот именно поэтому еще и некорректно, как мне кажется, сравнивать с Лужниками, потому что во времена Лужников на телевидении были открытые дебаты. Это было время гласности, и телевидение было совсем другим, и это немаловажно абсолютно количественно. Я согласен, что история никогда этого же не повторяется. Безусловно, мы, и я не скрываю, оппозиция находится под гигантским прессом. Раздавлено все. Люди оболганные. Надо быть достаточно сильным человеком, чтобы все это терпеть, я по себе скажу. Я же тоже человек, правильно? Когда начинают тебя обзывать, колонны предать, все держать, конечно, в себе довольно трудно, но тем не менее надо терпеть. Слушайте, правда сильнее всех экспертов.